В Челнах снова бьют тревогу. 3 февраля из дома ушел 13-летний подросток. С тех пор родные его не видели. Прояснить ситуацию попыталась наша съемочная группа. Во время подготовки материала выяснились неожиданные подробности. Евгений Кузнецов живет в 25-м комплексе. В понедельник утром, как обычно, он ушел в школу на занятия, но домой не вернулся. И хотя уже бывало, что подростка искали, но раньше все обходилось. Просто гулял допоздна. И, как говорится, находили они в нашем же комплексе возле 25-26, вот возле этого дома находили. Дважды. А вот третий раз пропал ушек, как говорится. Сегодня уже третий сутки. В родной школе говорить о своем ученике категорически отказались. Комментарий никаких не будет. Ну тогда поговорить. И вот еще вы говорили, что... Никакой информации не захотят. Евгений учится в 7-м классе школы номер 33. В понедельник на занятия он так и не пришел. Последний раз в учебном заведении его видели на прошлой неделе в субботу. В свою очередь, руководство школы от каких-либо комментариев отказалось. Сейчас мальчик официально объявлен в розыск. Ну мы отработали всех учащихся, отработали лиц связи, с кем он общается в школе, во дворе. И поэтому вот сейчас как бы это... Смотрим, какая есть информация, ее обрабатываем. Педагоги помогают со школы. Все, в общем. Все службы нашего города подключены. Служба уголовного розыска совместно с ними работаем. Совпадение или нет, но 3 февраля пропал еще один подросток из 25-го комплекса. Знакомый Евгения Кузнецова Никита Букатов. Тоже ученик школы номер 33. В тот злополучный понедельник Женя приходил к нему домой. Как раз перед школой. Затем они вместе куда-то ушли. Потом Никита вернулся. Часа через 2 или 3. Я спрашиваю, ты с Женей что ли был? Нет, говорит, я с ним не был. Говорит, он ушел один, я ушел сам по себе. После этого он... Где-то после обеда ушел и не вернулся. Несмотря на то, что подросток до сих пор не вернулся домой, полицейские говорят, что заявление на его розыск не поступало. Кстати, Никита уже давно живет с родным дедом. Здесь вот это его комната. Здесь он живет. Помочь в поиске Евгения Кузнецова 2000 года рождения может каждый, кто владеет какой-либо информацией. Звонки принимаются по телефону 102, полиция, или на сотовой мамы пропавшего мальчика. Александр Елисеев, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, Радик Ганеев. РЕН-ТВ, Набережные Челны.